Друзья, всем привет! Канал Дюренский Заколхоз Голубийское, Азовское море Сегодня начнем тут видео с центрального пляжа и пойдем в район Чайки. Я уже давно туда хотел зайти, показать. Там были такие интересные истории. Тут у меня аккумулятор сел Очень много людей там было в одно время Зайдем, посмотрим Может быть там еще есть Так, кстати, у нас здесь, я тоже хочу информацию такую передать. 30 сентября Лето у нас продолжается уходить не хочет вообще Кафешечка вот это работает А здесь у нас уже ребята тоже разъезжаются потихоньку с центрального пляжа, ларьки сносятся Ну вот здесь вот последний уголок какой еще остался Вот, посмотрите Ну уже все Все практически тоже видимо собираются Я не знаю, будут ли они еще работать в октябре если вот такая погода будет великолепная Посмотрите И, конечно же, вот у нас снесли все здесь Осталось тут только какие-то душевые Смотрите, вот там вот чебуречная еще работает Это вот удивительно Я, конечно, поражаюсь В этом году до последнего Будут тоже люди, видимо, держаться А, вот там вот еще вижу Да, вот там сейчас мы немножко прибавим Тоже можно перекусить Так, какие-то напитки Мы сейчас мимо грязевого озера пройдем Посмотрим Обстановка сегодня кайф Замеряем температуру Сегодня я еще не замерял И искупнемся обязательно По-любому В общем, люди пишут Что здесь, видимо, какая-то реконструкция будет Что типа слухи таких Хочет, что вы купили здесь территорию И будет какая-то реорганизация Ну, это как бы слухи, друзья Вы знаете, как они распространяются Даже до меня доходят Я до последнего держусь Но тут я уже ничего не могу сделать Как бы вынужден ответить, друзья Я просто не знаю Не знаю Точно так же я слышу вот каких-то людей Так Вот Кстати, еще такой вопрос Люди, видите, вот так вот подходят потихонечку Даже с кругами идут с какими-то Народу еще в Голубийской очень много Наших зрителей очень много Я каждый день общаюсь Сегодня вот Должен на встречу идти Если мне дадут знать Опять пойду Ну, а пляжи тут встречаю, ребят И вот такой вопрос Как одна тут зрительница мне написала Очень разозлилась на меня и так далее Я типа, говорит, прихожу, но пляж никого нету Холодно, ветер холодный Купаться невозможно Я и скинул видео, допустим Вот как я снимаю Вот смотрите Там за какое-то воскресенье Народу было там Ну, раз, наверное, в 10 больше Чем сейчас, сегодня Вот Она потом съезжает Как бы О, а я вечером была здесь Ну, люди, вы думайте Вот сейчас Естественно, это Не май месяц Это уже октябрь у нас почти Вот Вы сами посудите Солнце уже низко В пике оно бывает Там где-то с 11 до 3 Правильно Одна зрительница ей ответила Там У меня как бы нервов на это не хватает Уже не будет, конечно же, вечером Такого солнца И утром не будет Вот сегодня, по прогнозам, было у нас 15 градусов вообще Представьте 15 градусов ночью Естественно, этого не будет Вы думаете головой Я не знаю Ну, может быть, это Какие-то молодые люди Которые там в школе не учились Сейчас же, знаете, да У нас единый госэкзамен Тесты Как бы у людей У детей Это пагубно влияет На наше образование Они вообще не понимают Некоторых моментов Ну, да ладно В общем Солнце днем, естественно, припекает И вот люди загорают Спокойно Нет такого, что холодно Купаться там нельзя Всем Кто-то может купаться Кто-то не может Вот посмотрите Сейчас девушка Вот у нас пойдет Тоже плавать В море Главное сейчас зайти Выйти из него Не захочется Вот там вот у нас Люди купают Смотрите Все в порядке Загорают Вы если применяете То применяйте это То применяйте к себе А не ко всем И в общем Голубицкой Это неправильно Просто Видите Кто хочет Купается Плавает Я считаю Это нормально Чуть попозже Мы замерим температуру Сейчас, кстати Народу здесь будет побольше На центральном пляже Все люди понимают Что Не надо заходить Там Вечером Или утром На раннем Купайтесь днем Я вот сейчас купаюсь Спокойно Выхожу из моря И пока вот я гуляю У меня уже одежда высыхает И все в порядке Майка Я в шорта купаюсь Ничего не отжимаю Полотенце с собой Лень таскать Поэтому Сушусь так По-простому Солнышко Ветерочек Блин Ну фантастическое У нас конечно Время друзья Фантастическое Вот этих нытиков Я говорю Уже достали Они меня зимой Тут у меня Группа в телевидении Уже стали туда писать Я Просто уже не знаю Как с ними бороться Вроде снимаю Видео показывают Ну каждый день Практически Да вот люди есть Загорают Нет все равно Холодно И так далее Начинаем Разбирать вопрос Где Тепло Они говорят Вот на Черном море Берем прогноз погоды Открываем Точно такая же температура Сейчас в Анапе И точно так же люди Кто может Купаются Кто не хочет Не купаются И так далее В общем Как-то это все Странно Да И мало того Я же тоже На Черном море Езжу Там прям показываю Оттуда В Голубицкой Погоду сравниваю И там Один в один Сейчас везде И в Крыму Единственное Есть где бухты Где ветерка Нет Это да У нас В Голубицкой К сожалению Ветерок А вот сейчас Северный Задувает Такой Северо Восток Больше А если Восточный ветер Какой-то Южный То на Черном море Будет прохладно Тоже Каких-то Бук Зависит У нас здесь Тебрюцкий залив Он тоже Неоднообразен Вот туда Ближе к Периспи Там Одни ветра Больше Роль играют Вот туда К Тебрюку Другие А он Такой Чашей У нас И вообще Азовское море Оно разное Так же Как и Черное Везде Свои Подводные Течения Своя Температура Воды Изучайте Вопрос Реально Чтобы не писать Вот такие Глупости Да Фантастика Конечно Вот именно Тут я купаюсь У меня Интернет Здесь Ловит Красота Просто Море Ну фантастика Чуть-чуть Позже Мы сейчас С вами Замерим Температуру Вот там Ближе К камням Да Пляжи Вообще Великолепные Просто Пропадают Друзья Вот Ну Слава Богу Канал работает И люди едут Просто едут Вы еще будете Ржать Я еще Про одного Одного Человека Расскажу Тут Встречаю На пляже Тоже Нашу Зрительницу Там Ну она Такая Как Пару Видео Может Посмотрела От силы Я уже По разговору Понял Вот Говорит Василий Мы приехали В Голубийскую Это тоже Вот на днях Было И Вы говорили Что здесь Тепло Хорошо Жара И так далее А мы Вот Можем только Днем купаться Но они Хотя бы понимали Что солнце Светит Днем Вот Можем только Днем Загорать И все Такое Да Я спрашиваю А когда Вы это Видео Смотрели В июле И как Вот Есть Опять же Логика У человека В июле И практически В конце Сентября Друзья Я вообще Не понимаю Как Мозг у людей Устроен Просто Фантастика Я всегда Снимаю Вот по ходу Иду И снимаю Погоду Такую Которую Я вижу Сейчас Которая у меня На градуснике Которая По прогнозу Погоды Людей Снимаю Которые Лежат Вот сейчас Они в июле Все правильно Сейчас Конечно Не будет Такой же Жары там Как в июле Все равно Ну Как сказать У нас Бывает И в июне Такая же Ну Как бы Температура Как сейчас Да Красиво Красиво Смотрите Здесь люди Загорают В одежде Вот показываю Все честно Как есть Кто то Кто то Купается Кто то В одежде Спит Этот кемпинг Уже Тоже Разобрали Лежачки Еще Остались Видно Люди Все равно Отдыхают Периодически Так А мы Сейчас Здесь С вами Температура Ребята Спят И не стал Побудить Разговаривать Да Я вообще Конечно Красиво О Все таки Разбудил Ладно Сейчас Вот здесь Замерим Бухточки Тут Просто Потише Волны Не так Сильно Летят Еще Один Вопрос Такой Кто то Мне Написал Как бы Ты Вот Температуру Берега Замеряешь А это Неправильно У нас Друзья Не Анапа У нас Как бы Видите У нас Море С волнами Это Там Как Такое Тихое Болоце Можно Назвать И у Берега Тишина Вода Стоячая Практически У нас Волны Вот видите Вы сами Да Волны Постоянно Накатывают Уже Много Раз Проверяли Очевидцы Зрители Градусник У меня Есть Видео На эту Тему И Как бы Вопрос Этот Давно Уже Снят Вот Если Я Даже Зайду Сейчас Туда По Пояс Вода Будет Одинакова Абсолютно Одинакова Никаких Изменений Не будет Вот Посмотрите Сегодня У нас 20 градусов Вода Немножко Она Упала Но Волны Волны У нас Немного Прибавились Еще Кстати Один Вопрос Вспомнился Значит У нас Вот этот Район Чайка Есть Такой Интересный Здесь Местами Иногда Собираются Медузы Вот Именно Здесь Вот Вы Видели Я Прошел По Центральному Пляжу Там Пляжи Чистые И Тут Недавно Одна Девушка Опять Ради Хайпа Показала Видео Тоже В группу В телегу Скинула А я То Эти все Места Знаю Как Свои Пять пальцев Каждый День Хожу Вот Видите Вот Здесь В этой Бусочке Сейчас Собираются Остатки Медуз У нас В море Практически Нет Они Периодически Попадаются Такие Дохлые Не опасные Выносит На берег Местами Обратите Внимание И И вот Человек Снимает Вот Такое Место И Говорит В море Зайти Невозможно Медуз Кишит А Видно Тоже Это Незрительный Это Просто Какой-то Левый Такой Человек А в Этот День Я Опять Записывал Большое Видео Прям Большое Видео Как раз По пляжам Проходил Показывал Люди Купаются Все Спокойно Там Да Я Сам Мало Того Что По 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 Три Раза В День Захожу В Море Купаюсь И Пытаются Вот Таким Образом Тоже Обмануть Людей Почему Я И Снимаю Так Вот Видите Вот Бусочкой Вот Здесь Их Прибивает Они Собираются В Этом Месте И Еще Есть Такие Места В Ну Местами Конечно Да Бардак Тут Вы Сами Видите Там Так Далее Какие-то Камни Но Они Нужны Чтобы Берег Не Размывало Дальше Волны К сожалению Зимой У нас Шторма Лютуют Поэтому Чтобы Спасти Вот Это Все Вообще Этот Перешейк Чтобы Не Размыло Там У нас Грязевое Озеро Уже Дальше И Чтобы Не Размыло Люди Вынуждены Просто Защищаться От Этого Всего От Природы У Нас Уже Здесь Местами До Тридцати Метров Море Размыло Пляжи Старые Времена Они Были Шире Ну Да Люди Еще Приезжие Так Семьдесят Седьмой У нас Ноль Первый Что-то Планируется Какая-то Реконструкция Здесь Это Тоже Плюс Но Все Равно Как-то Странно Вот Это Вот Наблюдать Вроде Ну Просто Лето Слов Нет Лето Настоящее А Людей Нет Это Как-то Удивительно Ладно Осенью Обычно Там Дожди Похолодание Такие Бывают Облачность А Тут Просто Температура И Не Собирается Падать Вроде Я Смотрю Прогноз Тоже Будет Тепло Ребята Скоро В Крым Поедем Может быть Если Повезет Но К сожалению Я Тоже Люблю Золотую Осень Вот Так В Крыму Там Лесов Много Таких В этом Году Листья И Вообще Похоже Не Собираются Падать У 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 Жаль Так Вот Такая Красота Можно Сразу Бассейн Делать Здесь Тут У Нас Хозяева Тоже Видите Защищают Свою Территорию Море Постоянно Вымывает А Им Нужно Сделать Короче Бассейн По Моему И Все И Не Париться Бассейн С Морской Водой Как Какой Заколхоз Да Тишина К сожалению Вообще Не души Вот Одна Девушка Вижу Есть С С С С С С С У У У У У У Вот В Районе Чайки Прям Залежи Берег У Нас Тоже Неоднородный Где Это Больше Песка Вот Этого Мелкой Ракушки Где То Вот Это Крупная Собирается Очень Красивый Пляж Был Раньше Пока Его Море Азотское Не Размыло А вот Сейчас Такая Картина К сожалению Но Надежда Есть Вот На Эти Буны Здесь Кто-то Вот Какие-то Я не знаю Там Спонсоры Или Меценазы Назвать Вот Эти Камни Они В Море Навалили И Шанс Есть Что Берег Будет Потихоньку Намываться У нас Когда Восточные Ветра Его Намывает Когда Запад Дует Начинает Размывать Но Хотя Бы Не Так Будет Вот Крушить Берег Дальше В общем Будем Наблюдать Все равно Море Поднимается Потихоньку Не Опускается Как Раньше В советские Времена Я Соти Даже Такие Читал У Него Были Периоды Такие Подъемы И Опускания Сколько То Лет Оно Поднимается Сколько То Лет Опускается Сейчас Уже Около Там Что Тридцати Двух Или Тридцати Пяти Лет Оно Только Растет То Есть Уровень Поднимается Поэтому И Берега Размывает Если Так Будет Дальше Продолжаться То Ничего Не Поможет Только Если Какие То Буны Строить Вот Там В Море Вдоль Берега Эта Технология Уже Давно Известна Волногасители Такие И Кстати Если Медузы Не пропадут Допустим То Тоже Это Можно Было Б Использовать Если Такие Буны Сделать Там Будут Узкие Проходы Для Воды И Легче Было Было Останавливать Этих Медуз Да Красота У нас Дорогие Друзья Просто Красота Все В принципе Я все Показал Посмотрите Какой Чистый Пляж Вот Еще Мы С Вами Сейчас Посмотрим Вообще Ни Одной Медузы А Вот Эта Девушка Где-то Здесь Которая Хайповала То ли Живет Она Здесь То ли Гуляла Она И Надо Было Создать Такую Новость Что Голубийская Медуз Кишит И так Далее Посмотрите Сами Все Чисто Хорошо Посмотрите Как здесь Уже Опять Подбирается К забору Море Кто Летом Друзья Был Напишите В этом Месте Узнаете Вы Это Место Или Нет Вот Здесь Вот Был Пляж Здесь Я Ходил Кстати Была История Интересная Тут У нас Ребята Медуз Лопатами Собирали Тоже Было Фантастическое Такое Время В Некоторые Дни У нас Здесь Были Нашествия Медуз Это Лето Было Практически Без Медуз Они Были Конечно Вот так Вот Редко Редко Наплывы Но Уже Такие Несильные Как Были Предыдущие Два Года А Уже Более Менее Терпимые Люди Практически Каждый День Гуляли Один День Был Такой Критичный Медуз Было Очень Много Но Это На Мой Взгляд Я Здесь Живу Друзья Вы Приезжайте На Десять Дней Смотрите А Я Живу И Могу Сравнивать И Мало Того У меня За Каждый День Видео Есть За Три Лета Подряд Поэтому Кто Начинает Сказки Выдумать Я Сразу Беру Видео За Этот День Скидываю Видеокамеру Не Обманешь Просто Не Обманешь Вот Есть Места Как Я Показал И Там Где Выбрасывает Медуз Остальные Пляжи Чистые Практически Поэтому Вот Такие Дела Сегодня У нас Такой Ответ Хейтерам И Жертвам ЕГЭ Получается Красота Друзья Красота Просто Посмотрите Какая Фантастика Это Азовское Море Невероятно Я Вчера Жалею Вот Я Не Искупнулся Я Клеил Обои Там Доклеивал Комнату С Татьяной Викторов Ну Мы В общем По Хозяйству Занимались Сейчас Я Буду Все Наверстывать Идем На Мое Место Любимое Фантастика Просто Фантастика Сразу Сходу Лайк Кто Хочет Здесь Оказаться Кто Вы Сейчас В Воду Залез Тоже Лайк Друзья Еще Раз Всем Удачи Счастья До Свидания Сейчас Я Немного Дам Еще Море Послушать Субтитры Субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...